В 1997 году прекрасный писатель, мыслитель и философ Умберто Эко выпустил эссе «Вечный фашизм». В нем он выделил 14 признаков, помогающих распознать фашистскую идеологию. Несмотря на различия в риторике, все эти признаки так или иначе присутствовали и в Италии при Муссолинии, в Испании времен Франко, и в нацистской Германии, и в некоторых странах Латинской Америки. Но самое тревожное, что многие из них, к сожалению, начинают проявляться и в наших краях. Давайте вместе пройдемся по каждому из 14 признаков и постараемся максимально честно ответить себе, видим ли мы что-то из этого в современной России. А выводы пускай уже каждый делает для себя сам. Вот такой невеселый и, к сожалению, до боли узнаваемый список. И ведь не скажешь же даже, что им Умберто Эко клевещет на Россию. Своё эссе он писал, когда Путин еще не был не только президентом, но и даже главой ФСБ. Многие из нас в те годы наивно полагали, что все эти явления давно отправились на свалку истории. Но Путин, увы, идет в точности по стопам Муссолини. Корпоративное государство с приближенными друзьями-миллиардерами. Культ оружия, прославление войны, бесчеловечное можем повторить, от которого кровь стынет в жилах у немногих настоящих ветеранов. Войны с соседями, военные игры с участием детей, бессмертные полки и все более пышные парады на фоне общей нищеты. Судебные процессы против ученых, деятелей культуры и искусства. Остервенелое преследование секс-меньшинств, до которых недавно еще никому не было дела. Лозунг «Россия в кругу врагов», охота национал-предателей, характерная словечка из путинского новояза. Скрепы, афонские старцы, поэтапная блокировка интернета. Читаешь вот эти 14 пунктов и видишь, как новостную ленту сегодняшних дней. Пока мы гордились победой над фашизмом в Европе, он пустил корни прямо у нас под носом. А мы, привыкшие считать, что фашисты это Гитлер и немцы, не сумели вовремя его распознать. Одно радует – в мировой истории нет успешных фашистских режимов. Все они заканчивают одинаково, и путинский не станет исключением.